здравствуйте дорогие друзья продолжаем цикл наших передать разговоры политики недавно в своем прямом эфире я озвучил то что я веду переговоры с одним из знаменитых политиков однако могут сейчас не подготавливаем интервью но все сегодня у нас гостях снова савр дакенов недавно получилось так что мы савром созвонились как бы я пересмотрел его интервью и со уже второй раз у нас гостях но у меня второй раз и я бы я пересмотрел интервью сорт и своем интервью более раз критиковал про просто действующую власть я никаких путей выхода со сложившейся ситуации ты не предложил и в дневном мы сразу звонили решили сделать этот интервью но на начале бы сова да я хотел бы услышать чтобы ты прокомментировал про ситуацию сегодняшнюю именно в республике по коронавирусу ты на сегодня знаешь что у нас уже за 400 до зараженных через 409 и очень ситуация очень меняется всю худшую сторону хотел бы чтоб ты как общественный деятель как человек который разбирается в политике не только региональной российской оценил действия наших властей по этому поводу но что сказать такое количество заболевших 409 человек на сегодняшний день это по данным здраво если брать соотношение на 100 тысяч населения мы где-то наверно в пятерки получается лидеров но тут дело даже не в статистике вся ситуация в том что у нас слишком маленький город слишком маленькая республика и та ситуация в медицине та ситуация со здравоохранением я вижу тут очень большие риски для всех нас для жителей для наших близких очень большая динамика где-то в среднем по 30 человек и так понимая каждый день у нас идет прирост заразившихся при этом число выздоровевших там по последним данным что-то порядка 60 человек 58 человек то есть соотношение вновь заразившихся и выздоровевших она не в пользу да то есть тут вопрос встает остро встает вопрос готова ли наша система здравоохранения такой нагрузки к такому лаву заболевших да сможет ли она выдержать плюс к этому есть информация что у нас большое есть очаги заражения среди врачей среди медперсонала то есть они и так перегружены на них и так большая ответственность да на наших медиках они на передовой и терять каждого медработника это как потеря бойца на линии фронта то есть 409 около 50 медицинских работников около 50 это очень много это говорит о том что где-то может быть не дорабатывают руководство где-то не дорабатывают тяжело судить не находясь внутри этой системы но все таки медработники они должны пришлось и оберечь на мы должны о них думать потому что это те люди от которых зависит наша жизнь напрямую сами себя мы лечить не сможем поэтому это все настораживает но у меня вопрос другом я анализирую информацию из и мы ежедневно слушаю хочу сказать что наш министр здравоохранения довольно открыто смело и достаточно откровенно ведет свои прямые эфиры он для нашего общества сообщает то актуальную информацию какая складывается на сегодняшний день ну тут просто уподобляться статистике мало секунду ты уверен то что он говорит правду слушая не могу судить правда это неправда ну судя даже если это как сказать часть правды то это очень много уже хорошо не то что хорошо такое количество заболевших это очень много я понимаю везде по стране сейчас я имею ввиду как правду про количество заболевших мне кажется он правду говорит но там другие вещи мне кажется что то можно не договаривать про готовность системы здравоохранения наличие там всех препаратов средств индивидуальной защиты там недавний скандал закупкой аппаратов юл да ну что тут сказать конечно руководство до власти у них своя правда они будут отстаивать свои интересы у народа своя правда народ хочет знать ту ситуацию да народ хочет быть уверенным в безопасности это прежде всего основная задача государства это обеспечить безопасность для населения это конституционная обязанность государства то есть в том числе и в части здравоохранения да здесь мы столкнулись наверное не то что мы весь мир столкнулся с таким фактором да когда это реально угроза да там есть разные мнения кто-то говорит что это угроза не страшнее там пандемии гриппа там кто-то говорит что все очень плохо там это неизвестное там науки вирус и неизвестно чем это заканчивается но по факту мы видим что весь мир встал да все страны принимают какие-то меры для того чтобы защитить свое население от этой пандемии да у всех перегружена система здравоохранения да я склонен к тому что это риск реально да то есть он касается всех нас то есть от этого никто не застрахован просто не хотелось бы чтобы это касалось как бы сказать слишком большого количества до массы массовость приняла да это же смертельная угроза то есть мы каждый день читаем большой информационный поток но здесь надо что сделать я вижу какую основную задачу да мы должны в данной ситуации это уже ситуация напоминает как сказать военные то есть да здесь должны и общество и органы власти максимально быть мобилизованными да то есть какие-то там может быть игры там связанные там с какими-то политическими интересами с какими-то там с борьбой с неугодными это все должно отойти сейчас сейчас идет сейчас идет прямая угроза для нашего населения для выживания почему меня беспокоит потому что у нас ситуация в республике и без этого коронавируса была катастрофическая да я уже не раз говорил чтобы что да у нас уже на протяжении последних наверно больше двадцати лет социально-экономическая катастрофа да и на этом фоне этот вирус конечно это очень сильно может подрывать и ситуацию республики и вообще это угроза нашему этносу нас так мало ко всем угрозам там миграция ассимиляции там экономич и экономическая ну слабость экономическая нашего региона до добавляется еще прямую угроза связанных с выживанием то есть ты сейчас рассматриваешь коронавирус для нас калмыков как еще одну угрозу который может еще больше уменьшить 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 я на самом деле вот так тот поток информации пытаясь проанализировать да я я больше всего боюсь что это может принять какие-то необратимые последствия да что наша система здравоохранения просто не выдержит такого массового потока заболевших если каждый день по 30 с чем-то человек будут зараженных да то концу месяца у нас совершенно другая картина будет просто грубо посчитать это мест не хватит больницы и мест не хватит и врачей не хватит и всего не хватит тут данной ситуации уже как-то надо планировать исходя из уже все отбросить надо планировать из исходя из самых таких вот негативных последствий да то есть надо изначально планировать требуемые объемы финансирования для подготовки системы здравоохранения да для подготовки коечного фонда да для наведения порядка с оплатой труда медикам которые заняты с борьбой с этим вирусом да для закупки препаратов для закупки аппаратов и вл для вообще мобилизации населения да это одна часть проблемы это проблема борьбы непосредственно с ковидом то в части здравоохранения ну надо не забывать про другую ситуацию сейчас мы находимся в непонятном режиме самоизоляции то есть это добровольная самоизоляция это не режим чрезвычайной ситуации да по закону когда государство его водит и она конечно обязана компенсировать людям которые находятся в этом режиме те потери которые они несут на ответственность государства да потому что я же почему у нас ко всем бедам этом кореновирус да у нас и так большая доля была безработицы низкие доходы и все проблемы с этим связаны и да сейчас люди многие люди многие земляки они находятся просто в отчаянном положении у них и так были минимальные доходы у кого-то их не было вообще этих доходов а сейчас просто они изолированы у них нет даже возможности в поисках этих работ и источников доходов да то есть бизнес остановлен у нас большое 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 процент населения был занят в сером секторе это сфера услуг да то есть ну грубо говоря как самозанятые да но все равно они кормили хотя бы себя кормили свои семьи кормили детей да сейчас вся сфера услуг весь малый бизнес вся торговля все приостановлено да я просто знаю из свой как из своего окружения люди находятся в отчаянном положении потому что у них кредиты аренда коммуналка расходы ну это же никто не отменял кушаем каждый день дядя грушечка да и я вот и по себе знаю и по своим близким и приходится входить в положение помогать для того чтобы просто люди выжили просто ну что твои близкие даже вот человек отреть сейчас вот человек который был довольно известный человек который вот я вот гордость да пришлось и входить в положение искать варианты чтобы ему помочь это это касается многих это касается всех и у меня в данном случае регион вот смотри сейчас именно да 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 не не будем мы наш регион не будем вырывать из общего контекста да я понимаю да это это с этой проблемой да экономической да вот связанной с коронавирусом столкнулась вся вся страна весь мир да но вот допустим как поступает демократические государства развитые да западные страны ты же вот брал интервью наших земляков я видел да там государство да оказывает им прямую финансовую поддержку субсидии да то есть они берут дают им дотации для того чтобы люди просто там потратили на на жизнь на продукты питания да при этом они снимают с них расходы по коммуналке приостанавливают обслуживание кредитов платежи по кредитам то есть максимально разгружает людей да от нагрузок да ну это вот такие страны развитые там европейские там Америка Канада у нас везде земляки живут мы же знаем какая картина происходит а что мы наблюдаем у себя у нас допустим малый бизнес вот у нас в городе у нас в республике да вся сфера услуг они сейчас не работают они сидят дома да им кто-нибудь аренду приостановил нет им кто-нибудь вот сейчас вот много говорят по телевизору что там банки представят отсрочку вот я на практике знаю что получить эту отсрочку да надо ну кучу документов представить в период пандемии еще документов в период пандемии да представить эти документы да и очень много отказов люди говорят ну мы работали да вот у нас был там допустим магазинчик у нас был там какая-нибудь там мастерская сейчас вот в связи там с выходом вот этого указа там или с выходом постановления мы не работаем мы закрыты у нас нету источников доходов с чего нам погашать эти кредиты ну и что далеко ходить он бариры-то оставил религиозная легенда она что-то тут публиковала пост как что она ну таких случаев много да то есть от заявленных мер поддержки до реальных мер поддержки очень большая разница да и получается что получается что люди оставлены один на один с этими проблемами да где-то может быть недоработки у федералов ну в большей мере вот эти механизмы организации вот этой помощи механизмы ну как сказать взаимодействия да всех структур органов власти должны быть на местном уровне организации да это должна быть ну как сказать организована жесткая система управления система управления мер поддержки и помощи для бизнеса и для населения хотя бы информирование то что я допустим слышал там из уст наших должностных лиц ну это общие фразы это лозунги да вот будут какие-то меры когда-то приняты еще неизвестно какие документы в общем ждите а люди хотят кушать каждый день у людей расходы каждый день людям пеню считают каждый день то есть реальность она катастрофическая это только мы находимся в самом начале входа в эту в эти проблемы да то есть это же повлечет за собой системные проблемы не только допустим касаемо там нашего маленького города это вообще системная проблема для всей страны да то есть сейчас коронавирус он что выявил он вообще поменял ситуацию то есть если раньше у нас была система политическая система там система управления допускались какие-то политтехнологии допускались там какие-то пропагандистские вещи да допускалась некая имитация да там реальной политики да хотя все жестко контролировалось было централизовано и в приоритете у нас наша политическая система была сохранение контроля над территориями да они 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 развитие этих территорий отсюда вот корень проблем шут да а сейчас вот эта ситуация с коронавирусом показала что уже одними одной имитации одними политтехнологиями одними там пропагандой фальсификации удержь эту ситуацию не исправишь нужны реально профессиональные управленцы которые имеют навыки управления в кризисных ситуациях которые могут мобилизовать вот ситуация с одним как вот военному положению да а мы еще расслаблены мы сидим что-то ждем завтра сейчас вот этот карантин отменят и все будет по-старому дорогие мои даже если завтра карантин отменят вирус не исчезнет то есть он как был в природе он так и останется да карантин ну может быть не скажем не может быть он вызовет отмена карантина вызовет всплеск да потому что сейчас у действительно наши органы власти они поставлены такую очень тяжелую ситуацию да продолжение вот такой ситуации непонятной самоизоляции повлечет дальнейшее обеднение и дальнейшие как сказать экономические проблемы да отмена режима самоизоляции отмена карантина повлечет всплеск заболеваемость и система здравоохранения может просто не выдержать да вот этого потока поэтому я слушал интервью владимир владимирович где он сказал конечно очень много хороших фраз о том что разработки неких планов выхода из кризиса нашей экономики только вот я не пойму почему собирается только разрабатывать эти планы да то есть сколько лет уже у нас система она реагирует запоздала мы всегда слышим что мы должны на опережение работать да тут мы оказывается будем только разрабатывать планы выхода экономики из кризиса да экономика уже давно в кризисе да мало к тому что к этой проблеме коронавирус у нас добавилась другая проблема падение цен на нефть это продажа сырья невосполнимого сырья и для нашей экономики для нашего бюджета это основная статья доходов то есть если брать с учетом этой тенденции да то у нас что получается у нас 95 процентов наших регионов сверх дотационных наша коллеги она напрямую или косвенно она датируется из федерального бюджета напрямую это дают нам субвенции на покрытие дефицита бюджета косвенно нам через разные федеральные программы там нацпроекты дают финансирование но это федеральные деньги даже если нам поступают деньги там внебюджетные через какие-то институты развития да там ну они косвенно считаются это все равно федеральные деньги да наша экономика к сожалению на от нашего региона нашей калмыки она неполноценная неполноценная ее нету фактически да то есть там малый средний бизнес это 90 процентов это сфера услуги и общепит да ну это просто может повлиять на какую-то занятость мы не создаем какого-то продукта регионального который приносил бы нам доход то есть мы уже берем в нашем регионе ну плавно переходила потому что это все взаимосвязано до конь то есть уже начинаем говорить о том что как какие пути выхода ты видишь чтобы поднять как на наши ухата за груз говорят процветание там любимое слово процветание давай вот начнем с базовых вещей да вообще вот мои московские друзья некоторых больших кабинетах посмотрели это мое интервью с тобой они много интересных вещей заметили но они как бы не погружены так глубоко в нашу калмыцкую проблематику ну мы для них существуем где-то там да там понятно да как там некая какая-то племя африканская где-то в джунглях есть и есть да ну пример я в шутку сказал конечно они беспокоятся о нашей судьбе они сказали так вот мне вот из трех человек два сказали ты говорит констатировал что вот все вот так вот так вот так обосновался ты не сказал как ты за что делай да что делать как ты видишь такой же вопрос но но это и для для того чтобы понимать как лечить болезнь да надо установить правильный диагноз пусть это как бы будет страшный диагноз ну мы должны его знать чтобы мы должны знать те проблемы которые реально нам угрожают а я как раз перечислил те проблемы да то это и социально-экономические катастрофа да это и безработица это и низкие доходы и как следствие очень большая большая миграция а миграция это вообще в ящик пандоры она для нашего маленького этноса несет такие риски это прямые риски исчезновения нас просто ассимиляции да здесь тобой согласен давай даже да дальше перейдем мы это все с тобой констатировали мы это все это все те обосновал не скажу что это была прям такая критика я скорее всего это воспринимает как констатацию фактов как выйти давай поставим пропада да поставим диагноз да давай поставим диагноз что мы наблюдаем сейчас что мы наблюдаем сейчас мы наблюдаем опять вот эти старые песни о главном там нам говорят мы разработаем некую программу индивидуальную программу развития до региона да я знаю что мы не нашего правительства федерального принято решение до разработки этих индивидуальных программ развития для 10 наиболее самых слабых социально-экономическом региона региона в том числе и для помыки да я наблюдал за все вот этим как бы всеми стадиями разработки где-то читал ознакомился с этими с этой индивидуальной программы да ты что делал за процессом курсе наследирую средств массовой информации не знаешь что удивляет это моя 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 точка зрения это сказать написание программы ради программы то есть если брать серьезно какая цель у нас написать красивую программу и выбить некие бюджетные субвенции под нее да это одно или реально улучшить социально-экономическое положение в регионе да социально-экономическую ситуацию какая цель если написать программу туда то и прежние руководители их писали и прежние правительства их писали и стратегии там 2020 писались и показатели туда закладывались а ситуация изменилась нет а здесь у нас смотри а шума наблюдано написали поем а где у нас решение базовых проблем да у нас вообще-то программа которая душит наш нашу республику экономика это огромный госдолг у нас госдолг порядка чтобы о нем говорить в четырех и восьми миллиардов рублей да и при этом насколько вот я знаю 2 и 8 миллиардов это это даже не гусдолг это долги перед коммерческими банками по коммерческим кредитам по которым платятся проценты коммерческие да это насколько я помню от 7 до 9 по моему да как она решается эта проблема это где-то указано в индивидуально программе социально-экономического развития где не видел программ нет нет я нигде не нашел то есть нам это решение этой проблемы но она есть тогда вообще смысл разработки этих программ когда мы не видим решение базовых вещей мы стараемся сабли строить некую конструкцию без фундамента а то есть наверное написали программу где он описать и не учитывают то что у нас 5 миллиардов понимаешь на заборе можно много написать да но как мы собираемся что-то развивать если у нас дефицит бюджета огромный за счет чего за счет каких источников мы будем сокращать этот дефицит за счет инвестиций в небюджетных источников либо это прямые дотации бюджета будут на погашение вот этого огромного госдолга да то есть с таким госдолгом республики нету ресурсов резервов ни на что мы не можем участвовать ни в каких федерально целевых программах мы не можем вкладывать деньги ни в какие направления связанные с развитием наше правительство оно занято только тем чтобы как обслуживать этот госдолг а то что там написано в программе и под что будут выделены деньги хорошо давайте будем это это направление развития да ну допустим гипотетически да там не заинтересовало два момента это направление это сельское хозяйство до создание агрокластеров или агрокластера да и направление связанное со строительством порта да я выскажусь по вот этим ну и своих добавлю да что касается развития нашего сельского хозяйства ну это какая-то уже не смешная комедия читать вот эти опусы да я вообще у нас наше животноводство оно развивается каким-то этим партизанским способом самостоятельно самостоятельно наши мужики земляки они фермерством там занимается скот выращивают сами его сдувают корма ищут да сами продают при этом у нас бардак с ветеринарией да то есть наша ветеринарная служба не может нам обеспечить не то что нашу ветеринарную безопасность для нашего животноводства да тоже последние вспышки всяких вот этих до сих пор республика под карантином находится да то есть наш скот он является невылазным грубо говоря да ну если легально в промышленных объемах брать да и легальность животноводства да то есть обеспечить то есть ветеринарную безопасность для нашего скота это одно эта проблема тоже она немаловажная потому что сейчас это все партизанщина кто-то сам все делали ищет да потом сам сбыт ищет да мы это все таком частном кустарном до фермера сами вторая проблема это корма у нас так по природно климатическим условиям сложилось так что у нас наша республика находится в зоне рискованного земледелия да то есть у нас нету круглогодичного травостой у нас может быть там же лютая зима с морозами да и может быть засуха и жара знание да зной да то есть травостой основная кормовая база там для пастбищного животноводства тоже поэтому советские времена очень большое внимание было уделено мелиорации у нас даже было министерство мелиорации и миллиарды рублей вкладывались в эту систему оросительных каналов в эту систему поливочных вот этих вот всех поливных участках то есть это было направлено на что были планируемые объемы земель под корма под заготовку кормов да были планируемые объемы кормовой базы то есть для того объема скота который производила республика да были планируемые площадя которые были именно для кормов именно и для вот этих площадей у нас непосредственно планировалось и развитие мелиорации я что-то там не увидел в дуальном плане развития направление связанное с развитием мелиорации то есть они собой некий агрокластер это все красиво я вот тут тоже когда работал в московских компаниях в консалтинге тоже конечно захватался вот этих всех кластеров там государственное партнерство там проекты развития это все звучит очень красиво на бумаге смотрится там слайды да ну давайте перейдем к базовым вещам кто у нас будет заниматься мелиорацией да какие объемы финансирования нам нужно для того чтобы нам заготовить ту кормовую базу которая необходима для нашего животноводства да у нас же есть как и овцеводство такие животноводство связано с крупно-рогатым скотом да свиноводство поэтому тут надо смотреть что мы развиваем как развиваем какие объемы финансирования ничего я там не увидел это опять строить конструкцию без фундамента хорошо у нас да да пойдем дальше у нас худо-бедно как-то фермерство развивается но людям просто надо как на что-то жить да там они вопреки всему это развивают вопреки тому что нету ветеринарной службы да вопреки тому что сами добывают корма переплачивают да где них закупать где заготавливают тоже неизвестно да сами там берут кредиты на скот на ветеринарку все на все то есть это какие-то дотации там сейчас может быть минсельхоз дает но не дают дают да вот это хорошо это хорошо это вход в этом есть помощь сейчас да надеюсь не как вот при господине который у нас не дают дают я знаю ну это хорошо это значит хоть что-то должно делаться да ну давайте системно да уж и такое агрокластер да это агротехнопарки который можно по-разному назвать агротехнопарк агрокластер можно проще называть некой свободной экономической зоной да суть в том что для вот этого направления для этой отрасли будут создаваться максимально комфортные условия для развития для развития да там а это будет поддержка государственная поддержка да и б это будут там там наиболее там льготные там комфортные условия связаны с представлением финансирования каких-то льгот там еще чего-то да созданием инфраструктуры да да более комфортные условия для ведения крестьянской да в сельском хозяйстве но у нас я живут перечислил как мы собираемся развивать там сельское хозяйство без базовых вещей просто нарисовать там на заборе агрокластер там ну можно можно программу красивую нарисовать ладно ты сейчас критиковал я не раскритиковал я тебе предложил с чего надо начинать я предложил с мелиорацией надо начинать начинать чтобы у наших живу на ума же у нас же сейчас как у нас же нету промышленных объемов заготовки скота нету нет у нас есть племзаводы да мы каждый завод своих государствах раза сам себе заготовки но основная масса это фермеры ты хочешь вернуться к тому чтобы на наше правительство сделала так чтобы не я хочу чтобы была четкая понятная программа да вы у нас проблем проблема кормов проблема ветеринарии и надо не мешать людям работать не надо там рисовать там программы помогать там это самое важно это я вижу основу согласен дальше все остальные проекты пока я вот там частью там вот этого как киченеровский мясокомбинат это промышленная переработка все это все ну пока это все в далекой перспективе мелиорация и службы наладив это конечно хорошо если у нас будет большой перерабатывающий комплекс который будет весь объем продукции которые у нас будут животноводство производить будет перерабатывать это оживит экономику чтобы его запустить там надо кучу таких проблем их эти юридических пока насколько я знаю веришь в него что его запустят я не верю вообще не верю и не верю в том плане что у нас сейчас не плановая экономика это раз и два такие объемы чтобы поддерживать чтобы нужно прямая политика государственная на федеральном уровне я знаю как работают крупные компании как работают компания мираторг да компания мираторг она между прочим да без 90 процентов она вообще получает 90 процентов господдержки от меня сельхоза ну мы знаем почему ну вот это как бы она работает да но она прямые дотации государства у нее над поддержкой я не думаю что мы сможем на своем уровне для своего региона пролоббировать такую господдержку ну хотя бы что есть нам нам надо вкладывать и хотя бы исходить из того что есть да поэтому я вижу решение таких базовых маленьких ну таких вещей основных да что может сейчас федеральный центр помочь в чем да в развитии милирации решение проблемы с ветеринарией да решение вопросов связанных там там с какими-то созданием таких небольших перерабатывающих комплексов у нас же раньше в каждом регионе в каждом районе помимо там животноводства у нас было и растеневодство там да да там то есть и там и кормовый был то есть фуражная да да и пшеница было да то есть это все было районировано распланировано ну тогда вся земля была в государственной собственности а сейчас еще одна проблема у нас это земля у нас такой бардак с этой землей вообще не поймешь кому она принадлежит вот эти пои поевая собственность коллективная поевая собственность я знаю во многих районах 70 процентов поев поскупали у бедных наших селян просто там за бутылку водки да этот бардак в районах идет там просто земли они не учтенные непонятно в какой собственности кто их сейчас по отжимал где единая система где прозрачная система вообще земельных ресурсов не я думал если ошибается здесь уже там что уже налажено работают жиросреестр и там не госреестр это одно чья госреестр это просто потому что у нас в районах в районах самый главный источник для по пополнения бюджета району это арендная плата и гуше глава муни районам не свалива занята не упустит там уже все давно упорядок я знаю по себе поскольку я абсолютно в районе работал в коме я знаю все земли мужчины специально работали карты в кишнировской а ты вот мне скажи они автоматизированы эти системы ученые они сейчас делали какую-то дорожную карту смотри я я занимался этой проблематикой еще когда работал в москве консалтную компанию есть такая программа бакс называется вот они барсис она автоматизировалась я приехал и разговаривал с нашими муниципальным образованием в том числе из городской мэрии но это еще было при прежней главе и для меня было большим удивлением что у них нет автоматизированной системы учета земель и документы гуляли между мин земом мин имуществом и муниципалами и кто контролировал вот эти папки с этими и не вы в итоге барс запустили на есть я его точно знаю что у них в районе бакс работает и она потому что учет земель прозрачность в этом вот видишь уже хорошо учет земель есть у нас основной ресурс это земля а у нас еще есть проблема то что у нас вот эти земельные ресурсы они неправильно проведали неправильно кадастровая оценка где-то они переоценены где-то не да ну может быть это была такая политика но она неправильно сейчас нам тормозит и аренду арендные платежи налоговые платежи да и то есть там я знаю заходил кадастровую карту то есть там есть два участка один может быть федеральная другой там муниципальные у них разная стоимость ничего там не меняется ни на одной из них отчитается то есть это вот с этих вещей надо начинать это базовые вещи вот я тебе скажу в прошлом году бы ты провели переоценку раз пять лет же делается бюджет любого муниципалитета он планируется на статья доходов это платежи там арендные налоговые за землю налогов да если у нас не было автоматизированной системы если они от руки там считали они брали планируемые платежи они там просто грубо говоря нормативную стоимость устанавливали участка на сейчас автоматизировали люди давно поняли что такое земля ну да давно ну наверное лет 5-10 хорошо давай дальше давай дальше то есть мы обсудили да даже создание агрокластеров до нового мелиорация и ветеринарию наладить это базовые вещи которые помогут нашим фермерам предпринимателям прожили облегчить проще же деятельность их не надо мешать люди люди инициативные у нас работящие сами ищут где заработать как на чем прокормить и административные барьеры поснимать да вот и весь агрокласт то есть не мешает людям это уже хорошо что касается там нашего проекта порта вообще такой проект крупный проект логистический да как порт он конечно случае его реализации случае если он действительно заработает он поменяет в корне всю экономическую ситуацию в республике да давайте вопрос тебе задам ты веришь что он будет у нас 93 года нам говорят смотри у этого проекта есть огромный негативный шлейф связанный с тем что на протяжении там 30 лет мы слышим какой-то словесный поток бессистемный и уже мы наблюдали там и кто-то там камень устанавливал и там откапывали ничего то там то есть вот это все длится вот это болтологии она длится и конечно уже после 30 лет болтологии никто в этот порт не верит самая это одно но я я хочу сказать что порт нужен не согласен ты веришь ты его что его построить честно тесно вот у меня был я знаю как реализовываются эти про и знаешь перебью ты знаешь у меня был на интервью это не глаз блогеры вы скажете что если гаржу мы с ним хорошо знакомого и воду но убедительно рассказал убедительно недавно даже общались написал смс то что они сдвинулись вот вместо что у них попрошло то есть убеждает меня то что по порту быть я я я тоже сам я хочу вы в это верить смотри но еще так не не это у меня такой надежную верность что ему вообще такие проекты как порт это такие системные проект да то что мы сейчас наблюдаем там конечно распоряжение правительства включение индивидуальный проект развития но это телега впереди лошади под эту под такие проекты вообще они же стратегические в геополитическом плане это международная логика это геополитика да то есть мы прежде чем их реализовывать там любое правительство должно понять конечную цель тем более есть конкуренты тем более есть рядом махачкале порт и есть порт в астрахани валя да ну есть и риски связанные да там с ними этот махачкале порт находится там грубо говоря в зоне нестабильности да потому что но мы сами знаем что в этом регионе часто бывают всякие там контртеррористические операции рядом ближний восток двухмиллиардный исламский мир да а порт валя он просто грубо говоря замерзает и он не загружен да плюс еще надо смотреть да какая под что эти порты предназначены там да там нефтеналивные там какие-то там зерновые ну под какие терминалы да ну я так понимаю что планируемый порт лаганский да пока это просто на заборе написанное слово порт лагань и все даже с учетом распоряжения правительства да каких-то факторов связанных с геополитикой связанных с решениями на политическом уровне федеральном региональном связан с реализации этого порта я не вижу у нас регион зона социально-экономической нестабильности политической нестабильности зона рисков межнациональных конфликтов рядом с нами мы граничим вообще не с северным кавказом мы граничим с двухмиллиардными исламский ну мы это с тобой обсуждали да и чтобы как бы такой проект запустить на много лет это территория должна быть стабильная спокойная развитая то есть для начала хотя бы надо приостановить миграцию на землю пустеет развить территорию чтобы развивать чтобы строить на такой территории реализовывать такой проект он должна быть экономически политически стабильной первая задача любого любого правительства которые будут реализовывать такую глобальный геополитический проект да это стабильность а я не вижу этого и поэтому я не верю чтобы можно инвесторов найти есть инвесторы есть институты развития есть деньги но были деньги до их но реализация такого порта она в корне поменяет логистику в данном регионе полностью поменяет логистику она позволит нам поменять всю нашу транспортную инфраструктуру во-первых ЖД во-вторых дороги в третьих это все даст кумулятивный эффект развития нашей экономики то есть косвенно уже в наш регион придут деньги припактовые вот эти все службы очень много движений да то есть экономика заработает но для того чтобы такой проект реализовывать крупные геополитические этот регион должен быть стабильным я не скажу что у нас социально-экономическая стабильность есть у нас до последнего времени была политическая стабильность ну и сейчас с нелепыми решениями неподготовленного руководства все нестабильное никакой политической стабильности нету нету консолидации общества у нас раздрай раскол и я не знаю куда это все приведет и чем это все закончится да для того чтобы это все реализовывать эти базовые вещи надо решать хотя бы надо урегулировать общественно-политическую ситуацию Ты хочешь верить, чтобы был Порт, и ты хочешь, чтобы был Порт? Нет, я понимаю, что он вытащит нашу экономику. Ты хочешь, чтобы он был, но ты пока еще не веришь, что он будет. Я не вижу реальных шагов для его реализации. Я пока вижу то, что там на заборе написали что-то. А на бумаге все стерпит. Я не вижу политических шагов, которые будут направлены действительно на реализацию данного Порта. Понимаешь, написать постановление правительства о реализации Порта, включить в программу – это телега впереди лошади. Для начала надо стабилизировать социально-экономическую и политическую ситуацию в регионе, в том регионе, где такой крупный проект будет реализовываться. Он должен быть стабилен. Ну да, перейдем к политике внутренней. В прошлый раз мы с тобой обсуждали, ты сказал, что нужен диалог, конструктивный диалог. Что делать сейчас? Что бы ты посоветовал властям, чтобы эти протестные настроения убрать и нормализовать это все? Чтобы перестали быть эти митинги? Слушай, я посоветовал просто перестать совершать глупости. Совершать глупости одну за одной. То, что я наблюдаю сейчас, то, что я вижу и в средствах массовой информации – это какой-то фестиваль безумия. Какие-то поступки на грани слабоумия и отваги. Какие-то нелепые заявления. Я смотрю, у меня глаза каждый раз на лоб лезут. Я думаю, когда это все прекратится. То есть, пока кроме каких-то непонятных заявлений, каких-то вообще непонятно, что они там делают? Чем они заняты? Какие реальные шаги? Мы слышим общие лозунги. Я вот читаю там сегодня в интернете, я читаю там. Вот, руководство республики приняло все меры для борьбы с COVID. Какие меры конкретно? Что принято? Зачем такую новость давать средствам массовой информации? Ну что, люди совсем дураки, что ли? Ну хорошо, давайте побеседуем. Какие меры были приняты конкретно? Какие объемы финансирования? Какие прогнозы по росту заболеваемости? Какие запланируемые объемы федеральных траншей на подготовку этой системы здравоохранения? Я читал вчера, что, оказывается, не могут разобраться, кому сколько платить. Врачам подключают в профсоюзы. Это что, получается, посчитать не могут? Министер призвал профсоюзы подключиться, чтобы... Слушай, ну... Ты меня спрашиваешь... Сейчас же... Ладно, такой вопрос. Ну, понимаем, да? Но это бардак. Понимаем. Это бардак в системе управления. Должны быть нормальные люди, нормальные менеджеры, которые должны посоветовать. Сколько советников? Ты видел, сколько советников? Вот приходил советник. Национал. Понимаешь, чем вот такие закрытые политические системы, они... Как сказать... Формально у нас по конституции федеративное государство, демократическое государство, да? А по факту, у нас по факту никакой демократии, никакой выборности, никакого парламентаризма у нас нету. У нас нету конкуренции. И что мы видим? Мы видим, когда система, да, жестко структурирована, жестко контролируется. И никто из нелояльных, да, даже пусть там суперпрофессионалом, не станет никогда частью этой системы, да? Наоборот, частью этой системы может стать умственно отсталый человек с задержками умственного развития, мышления, речи, да? Который вообще не понимает суть тех процессов, в которых он участвует. Нам что делать? Нам? Что нам делать? Для начала нам надо просто осознать эту ситуацию. Раз. Два. Я земляки. Я вот призываю вас просто уже проснуться, уже хватит уже сидеть, молчать. То движение протестное, которое было, когда выходили там сначала несколько тысяч человек, потом сотни человек, да? Оно, конечно, не может постоянно, да? Но это не значит, что протест ушел. Поэтому нам остается в легальном поле только в рамках закона какой-то свой протест, гражданский протест. Все остальное нам могут, сам понимаешь. Я понял, о чем ты. Да. Поэтому что в этой системе вам посоветовать? Берегите себя, наберитесь терпения. Наши предки еще не через такое проходили. Сибирь прошли, да? Ну, тяжело, конечно, наблюдать за этим фестивалем безумия, да? Ну, а что еще остается? Я вот... Мое самое большое желание, чтобы вот этот фестиваль слабоумия и отваги, он прекратился. Чтобы начались какие-то здравые решения управленческие, да? Не пиар, не какие-то заявления пустые, фоточки. Вот это вот все, вот эта вот чушь, вот эти вот селфи для там в масках, в касках, еще в какой-то вот этой вот... Я не знаю, это какое-то безумие. Ну, надо прекращать. То есть, уже серьезная угроза, серьезная угроза жизни для многих земляков. Серьезная угроза для... Вообще, просто надо подумать, как мы будем жить, на что мы будем жить. Надо остановиться. А землякам хочу пожелать терпения в этой ситуации. Я не хочу никого никуда призывать. Каждый сам делает выбор, да? То есть... Черпение. Я свой выбор сделал. Два раза мы не умрем. Понятно. Поэтому надо прожить достойно и сохранить, постараться сохранить себя для своих близких, для своего народа, для своей Родины. И сохранить свою Родину, да. Какие бы мы разные не были, да, но Родина у нас одна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok